Здравствуйте! Сейчас будем наносить лаву, наш любимый материал с эффектом свечения. Сначала под этот материал мы на низкую грунтовку, прогрунтовали хорошо стены, отличная грунтовка, около проникновения. Также наносим краску на Atex mat, немножко ее подтонировал под цвет базы. Вот наша сама лава. Цвет базовый, не тонированный. По легке две что-нибудь было. Все, поехали! Вот так материал наносится на толщину полтора зерна и на зир, небольшой запасик даем ему. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, ... Рисунок классический восьмерки. Стены здесь не очень ровные, но лава в принципе даже в один слой очень хорошо с этим справляется, то есть она берегивает наши нюансы по стенам. На расстоянии полметра уже ничего не видно. В принципе даже близко, если смотреть, надо попробовать что-то найти изъяны. То есть здесь были обуви раньше. Таких сняли, так и оставили. То есть ничего не приклевалось, ничего не исправлялось. Так, мелкие какие-то нюансы, когда там самые грубые были выбраны, подправились. Все остальные вот после обоев такие остались. Так. 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 Края лучше скорее наканчивать, давай сочетать, давай За счет того, что она фактурная у нас, то она может на краях, если подсохнут у вас коржи, сложно будет потом их состыковать. Поэтому мы работаем в таком бодром тенге. Продолжение следует... Здесь стенка у нас с развернутым углом. Не будет следить, чтобы не оставлять коржи на месте. Продолжение следует... ... 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